Всем большой привет! Меня зовут Марина. Сегодня будет обзор на маникюрный аппарат. Я думаю, если вам это интересно, приглашаю к просмотру, обзору. Скажу свое мнение, я им уже пользуюсь. Мне его подарили. Не пугайтесь, если хозяйство у нас живет, крякает, пищит. На улице 20 градусов. Циклон над Кубани висит. Июль месяц на улице уже. 19 год. И получается, что прямо холодно, что циклон пришел. Нашу землю. Немножко сбил эту вот бухотую жару, что очень приятно. Но обещается опять на днях с жаром. Ждем, когда поспеет ежевичка. Налыпились маленькие индоуточки у нас шоколадные. Вот сам прибор. Подарили мне он 8 марта. От Витэк мы видим фирму. Здесь нам обещают LED индикацию режима скорости. 7 семенных насадок и удобную косметичку для хранения. На коробочке выглядит прибор вот так. В принципе, здесь все понятно и ясно. И хорошая, удобная косметичка. Но косметичка немножко от картинки у меня отличается. То есть, у меня вместо в моем наборе вместо вот таких делений языка, которые прикрывают насадки, у меня просто в моей косметичке там просто кармашек. Но я сейчас вам покажу. Производство Китай. Естественно, там были вот такие пакетики. Так как я пользовалась уже наборами несколько раз, поэтому смысла нет показывать полную упаковку. Можно иметь представление, что там все было упаковано нормально. Также присутствует у нас гарантия, которую магазин отметил. Кстати, цена в магазине стоила 2000 рублей, как мы видим. И сама инструкция, которая сюда прилагается. Так, ну и поехали смотреть. Вот такая косметичка. Удобная, комфортная. Единственное, что она беленькая. Белый цвет смотрится красиво. Единственное, что она достаточно маркая. Но я думаю, при аккуратном использовании проблем не будет. То есть, мы так понимаем, это магазинная цена. Не знаю, возможно, где-то в интернет-магазинах можно купить дешевле. Не могу сказать. Не знаю. Ее цены не отслеживала. Вот так это все открывается. Она удобна в пользовании. Как видите, здесь у нас идет кармашек обычный на резиночке, куда я сложила все насадочки. Здесь защитный пластик стоит для того, чтобы у нас прибор в целостной сохранности к нам приехал домой. И мы смотрим шнур для подзарядки. Сразу, что хочу о нем сказать. Он достаточно неплохой, крепкий. Такой выглядит очень надежно. Не хлипкий. Данные, если какие-то вас интересуют, здесь, пожалуйста, можно посмотреть. Это адаптер питания. Напряжение 220-240. Так, ну, видим, что сделано в Китае. Здесь все нормально, хорошо. Вот так, вот так выглядит сам адаптер, переходник. И здесь идет такая пружинка. С одной стороны, это хорошо растягивается достаточно длинно. Но, с другой стороны, этот шнур имеет вес, и он как бы немножко при пользовании немного тянет. И мне это не очень удобно. Не знаю, возможно, это просто надо привыкнуть. Но растягивание постепенно растянется и будет более комфортным. Так как сейчас этот агрегат у меня новый, поэтому, возможно, мне не очень удобно в пользовании. Вот эта вот спиралька такая. Так, в принципе, придираться особо не к чему. Это так, чисто уже мое. Так, далее, что в коробочке у нас лежит. Это сам аппарат. Сейчас я его подкручу, и посмотрим, как работает. Ну, и здесь больше ничего в принципе нет. В принципе, вот это все, пластик можно теперь выбросить и просто хранить уже в самой пятичке. Можно так же и хранить в пластике. Единственное, видите, вот сразу минус. Когда я открываю, когда я открываю крышку, начинает все вот это вылетать. Вот это, конечно, меня напрягает. Резинка не в такой степени крепкая, чтобы все это сильно вот так вот придерживать. Если было бы здесь такая вот язычок с липучкой, было бы, наверное, даже удобнее. Так, поближе рассмотрим сам аппарат. Он не тяжелый, достаточно, кстати, удобен для руки. Мне лично удобно им пользоваться. Он не тяжелый, но и не сильно легкий. То есть, он нормального такого веса, комфортного. Значит, у нас сюда подключается сам адаптер, сюда насадочки. Здесь мы видим лампочку-лазер, которая помогает нам направлять поток света на рабочую поверхность. Все мы здесь видим. Также здесь есть режимы и режим мощности. Сейчас я вам покажу все это в действии. Сразу покажу вам, если это кому-то важно, монетюрный набор, все подробности. И достаточно такой приятный дизайн и приятного цвета. Так, ну что мы делаем? Значит, вставляем. Все там защелкивается, хорошо держится. Ну и включаю в сеть. Так, проверяем наши кнопки. У меня все прекрасно, исправно работает, поэтому просто хочу показать вам. Здесь у нас мы включаем-выключаем и плюс меняем вращение наших насадок влево-либо вправо. Включили. У нас идет движение в одну сторону насадки. Выключили посерединке. Вот как мы видим, здесь обозначено все это буковками. И вращаем в другую сторону насадку. Влево-либо вправо. Выбирайте сами, как вам удобно. Так, допустим, включили мы насадку, ее одели. Так, я вставила фетовый конус для полировки ногтей. Вот он достаточно приятный, немножко пушистенький идет. Сейчас сфокусируется, посмотрим. Хорошо полирует ногти, мне нравится. Эффект однозначно есть. Ногти гладкие и блестящие. Но это уже когда последняя обработка ногтевая пластина. Так, ну и мы включаем, продолжаем. Включили в одну сторону, куда нам удобно, либо вправо, влево, влево. И для того, чтобы, если нам нужна мощность, как видите, она крутится, так, мы, значит, мощность нашу усиливаем благодаря кнопочке плюс, либо уменьшаем благодаря кнопочке минус. Чтобы понять, какая у нас скорость, естественно, у нас здесь есть такая шкала с цифрами и мы видим увеличение скорости до тройки, четверки, пятерки, либо уменьшение четверка, тройка, единица. Скорость это уже чисто ваше личное предпочтение. Конечно, я тут посмотрела, я и медленной скоростью пользовалась, и более быстрой, то есть, это уже на ваш смотрите на состояние толщины ногтей, кутикулы и обратите внимание, как вам комфортно, то есть, выбирайте для себя вы сами лично. Все просто, все понятно. Давайте перейдем к насадкам. Обязательно выключаем, обязательно, прежде чем поменять насадки, правила использования, нужно выключить адаптер. Возможно, так никто не делает, но для техники безопасности это просто необходимо. С этой насадочкой у нас все понятно уже и ясно. Имеются две остроконечные насадки. Они так и называются остроконечные, хотя мне лично по мере моего использования не хватило более тонкой насадки, чтобы она была еще более поострее, для того, чтобы могла заходить именно под кутикулу, обрабатывать под кутикулой. В основном, этой насадкой почему-то мне как-то не получилось пользоваться, в смысле, как можно пользоваться прекрасно, но для меня она немножко толстовата, но хотя ей можно прекрасно обрабатывать вот эту часть, то есть, роговейший слой. Я попробовала, в принципе, неплохо. Это вот более самая тоненькая в моем наборе насадочка остроконечная, идеально проходить под кутикулой, обрабатывать вот эту территорию очень достаточно хорошо работает. Вот эта шашуровая поверхность хорошая, хорошего качества. Мне лично понравилось, но у меня это первый набор, мне сравнить ни с чем, поэтому наборы я сразу скажу для меня положительным. Так, и начинаем, допустим, на сухую кожу. Мне ни в коем случае никакого отпаривания, как я понимаю, ну как, допустим, делась себе я, только на сухие руки. Я беру самую остроконечную свою насадочку вот эту. Это для меня, я уже сказала, не так удобно. И начинаю проходить вот здесь под кутикулой залазью. Прямо сейчас не покажу, конечно, подробно, так как у меня уже манкюр сделан. Подхожу под кутику, с лишнего убираю, приподнимаю ее, сколько это возможно с моей насадкой вот этой вот. И очень хорошо работает, это все быстрее, нежели быть сам пилка сидеть и мучиться. Тем более, я могу еще увеличить скорость. Как мы видим, здесь еще работает фонарик, но хотя мне этот фонарик особо не играет никакой, я как-то на него, если честно, не обращаю. Но, возможно, кому-то даже он и помогает. Так что эти насадки строконечные, это у нас 10-11 номер, используются для удаления омертвешей кожи и очистки вросшего ногтя, вот либо кутикулы. Насадка применяется для обработки ногтей, как на пальцах рук, так и ног. Во время работы с насадкой М1011 не рекомендуется касаться им поверхности самого ногтя, то есть настевой пластины, потому что они достаточно такие, ну, детки. Ну, про палочку, которая у вас отдельно, естественно, дома присутствует, не входящий в набор, обязательно я пользуюсь. Без нее все равно никак вы не обойдетесь, то есть она в любом случае необходима. Поэтому я обязательно вкладываю ее в этот набор. Следующая насадочка идет, она идет уже более плотная, вернее, плотная, а такая широкая. в отличие вот от этих, как мы видим сзади. Она идет уже для полировки ногтя самого и кутикулы вокруг, то есть она более щадящая и широкая. Вот, давайте мы посмотрим поближе. Тоже отлично работает, мне нравится, полирует прекрасно ногти и то, что... и кожу вокруг ногтей. Опять же, можем менять разную сторону, кому куда удобно. То есть прекрасно, вот оно не больно совершенно, все лишненькое, вот это может убирать, и кутику разгладить, так что все, что ну, она делает. Мне не присыла, поэтому я говорю, как обычный обыватель, у которого прибор впервые такой появился. Я раньше никогда такими вещами не пользовалась, но знаете, мне понравилось. это намного облегчает маникюр, нежели вы сами будете его там себе делать, пыхтить стараться. Так, вот я выключаю и, естественно, не обходится без этих щипчиков. То есть щипчики мне в любом случае нужны, в комплект они, естественно, не входят, но без них вы не обойдетесь, поэтому обязательно имейте в виду, что без них все равно никуда. Они вам все-таки помогут где-то что-то надкусить, где-то что-то недоубиралось, отщипнуть, какой-то кусочек кожи надо убрать, откусить, который вы не можете зацепить прибором. Поэтому щипчики тоже необходимы. Мы вкладываем его в набор дополнительно. Следующая насадка, она самая большая, самая крупная. Выглядит она вот так, она еще более такая абразивная, пожестче. Вот, и она идет для самой грубой кожи, то есть для мозолей, на руках где-то убрать мозоль. Вот так же вот бывает в уголках ногтей вот тут мозоли какие-то, жесткая кожа образуется, она прекрасно работает, сглаживает. И как нам пишут инструкции, что даже она помогает на пятках, у кого какие проблемы на пятках, там мозоли, какие-то утолщения, она работает, особенно на большом мощности хорошо, да еще разные стороны. Но я в этом плане не пользовалась этой насадкой. Ну, так попробовала на ногтях, на руках только немножко и все. Поэтому на ногах я не пробовала, для меня смысла нет, но возможно кому-то это поможет. Думаю, наверное, мощности хватит кому-то на пятки, я так думаю. Ну, и предмет, совершенно насадка не лишняя. В любом случае, даже если вы не будете этим маникюрным набором пользоваться для педикюра, все-таки на руках тоже будут проблемы, и такая мощная абразив как бы пригодится. Также еще последние две насадочки, вот они такие плоские, здесь они вроде с виду одинаковые, на самом деле они разные, то есть с толстым абразивом и более мелким абразивом, то есть более гладенькое и пошероховатее, для того, чтобы придавать форму ногтям. То есть мы вставляем и начинаем обрабатывать ногти уже вот так. Вот, не буду на своих ногтях, потому что у меня уже маникюр есть. То есть туда-сюда вводим, то есть у кого грубые толстые ногти, мы берем, естественно, широкий абразив, шершавый, более мощный. Если у вас тонкие ногти, естественно, берем тоненький абразив. Либо работаем сначала толстым, потом применяем для шлифовки уже мелкий. То есть это для контура ногтям. Вполне тоже очень быстро, чтобы не работать пилкой туда-сюда. Вполне, вполне очень хорошо работает, поэтому такая хорошая помощница для ваших ручек. Это такой хороший приборчик-агрегат. Ну, естественно, мы не забываем и о мощности. То есть мы не забываем о том, что мы можем делать это быстрее, либо медленнее. Это уже кому как комфортно, как кому удобно. Обязательно советую прочитать инструкцию по эксплуатации, чтобы вам хорошо запомнить, что как работает. Здесь есть инструкция, кнопки, что означают, также сами насадочки под цифрами. Здесь ни один язык английский, украинский, по-моему, казахский присутствует. И мы здесь можем все вычитать на русском языке, на маникюрный набор, мер безопасности. И самое главное, что я вам хочу сказать, запрещается пользоваться прибором, если имеются какие-либо повреждения кожного покрова или ногтей на ваших руках. То есть, если у вас какие-то повреждения, то желательно им не пользоваться, пока повреждения эти у вас не заживут. Если вы больны диабетом или имеете заболевание сосудов перед использованием устройства, обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом. Ну, как бы про диабет тут все ясно. Для обеспечения исправного состояния устройства рекомендуется отключать его на 15 минут, после каждого 20 минут непрерывно работать. То есть, 20 минут поработали, дали прибору отдохнуть. Поработали 15 минут, дали прибору 20 минут отдохнуть. Используйте только насадки, входящие в комплект поставки. То есть, ни в коем случае здесь не разрешается вставлять насадки из других приборов. Ну, и, значит, естественно, я так понимаю, что может сломаться. Не используйте устройство, если имеются повреждения корпуса устройства, сетевого адаптера соединительного шнура, если устройство работает с перебоями, а также после падения самого устройства. Устройство предназначено только для бытового использования в жилых помещениях. То есть, не для профессионального пользования. Здесь, конечно, много разных мер безопасности, но я думаю, вы это можете сами потом все прочитать. После, я думаю, все люди читают инструкции после приобретения. Также примечание рекомендуется использовать низкую скорость вращения насадки для обработки ногтей и более высокую скорость вращения насадки для обработки участков загрубевшей кожи. То есть, на ногтях и на пластинках надо все-таки низкой скоростью работать, а на коже помощнее. Ну, я думаю, это как бы логически понятно. Ну, и здесь нам, есть насадки-варианты и они описываются, какая насадочка для чего нужна. То есть, вы не потеряетесь, когда увидите насадки кучу, вы прочитаете и поймете, какая насадочка для чего работает. Вот даже можете тут посмотреть. И нам здесь внимание, перед установкой при смене насадок обязательно включайте устройство и вынимайте сетевой адаптер из электрической розетки. Я вам изначально это сказала. Также, если присутствуют полезные советы, я думаю, кому интересно, кто будет пользоваться прибором, вы обязательно это все прочитаете. Также обязательно чистка-уход. Первое, что возникает вопрос, как обрабатывать эти приборы, дезинфицировать. Здесь нам тоже все это подсказывается. Протрите корпус моторного блока мягкой влажной тканью и затем вытрите насухо. Не используйте абразивные чистящие средства и растворитель для чистки корпуса устройства. Периодически протирайте насадки медицинским спиртом для дезинфекции. Ну и срок службы нашего прибора 3 года. Я думаю, хватит и на дольше, так как мы не каждый день этим прибором работаем. И я, допустим, наверное, с 8 марта, как мне подарили этот наборчик, я, наверное, раз 5 им пользовалась, а, возможно, даже 4, потому что не каждый раз я им пользуюсь. Когда хочется основательно привезти меньки в порядок, я его достаю. Ну а так, я на скорую руку делаю уже быстренько-быстренько, щипчиками и палочкой. Поэтому, надеюсь, мое видео было вам полезно. Я все-таки делаю вывод, что если у вас вообще нет никаких приборов, можно без него обойтись, но если вы хотите создать себе комфорт и удовольствие от этой процедуры, то приобретите себе какой-либо прибор похожий, не обязательно этот, а что-то, может быть, нечто похожее, аналогичное, и вам будет счастье и, возможно, даже это как-то разнообразит процедуру маникюра в нашей жизни. Тем более, если вы не ходите к специалисту, делайте его на дому. Всем спасибо за просмотр, всем до свидания, всем пока, нажимайте на колокол, подписывайтесь и спасибо за просмотр и встретимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok